Уютный вечер за чашкой чая. Это тот редкий случай, когда семья Закожурниковых собралась в полном составе. Обычно семейную идиллию нарушает Даниил. Он часто находится на тренировках или сборах. Успехи сына на голубых дорожках, несомненно, радуют родителей. Они его полностью поддерживают. Был момент, когда он только начинал спортом заниматься, где-то он слабинку давал, хотел, так сказать, сбежать от этого дела. Не позволили, где-то мы полгода, наверное, с ним воевали. Потом все наладилось уже, с выкса втянулся и все пошло как по накатану. Теперь он себя не видит, без спорта, так сказать. Сейчас, мне кажется, молодежь очень контактная, по крайней мере, насколько я ее вижу. Может, мне повезло просто, что у меня такой сына нет, а у меня очень хорошо с ним вообще язык находится. Он доверяется мне, открывается. Сегодня в дружной семье Закожурниковых подрастает двое детей – Данила и Вероника. Дочь пока ходит в детский сад, а вот сын занимается профессиональным плаванием почти 10 лет. А его успеха, говорят, кубки и медали. Их больше 100 штук. Многие ребята даже говорят, это все из-за роста, ты плаваешь. Но я считаю, это не так. Просто главная работа. И каждый человек, независимо от того, какой рост, может добиться высоких достижений. Данил, конечно, высокий. Его рост метр девяносто. А впервые талантливого мальчишка, еще маленького, заметил тренер Дюсша-Юнас Максим Русин. Именно он привел любовь к плаванию. Данил всегда был гибким, динамичным и легким на подъем. Это и привело его дальнейшим к успеху. Но главному достижению, по его словам, он только идет. Я считаю, что в нашей стране сейчас плавание показывает очень высокий уровень. И если ты занимаешь место на чемпионате России, то уже в мире ты, ну, как минимум в тройке. В детской юношеской спортивной школе Ямбург Данил занимается с 2011 года. Бассейн посещает 6 раз в неделю. Здесь, помимо него, учатся плавать больше 100 детей самых разных возрастов. Многие товарищи положительно отзываются о нем. Человек, он очень хороший, он всегда может помочь. Он меня учил делать старты на спине. Он проявляет себя и как учитель, всем помогает. А как спортсмен, он очень целеустремленный. Как человек, он очень веселый, он жизнерадостный. В тяжелую минуту на соревнованиях, просто в тяжелую минуту может выйти из ситуации, как-то отшутиться. Очень веселый, позитивный. Как спортсмен, он очень целеустремленный. Он может как-то, он не может несерьезно поднестись к тренировке. Он может как-то во время этой тренировки веселиться, может как-то пошутить. Но все задания он проплывет качественно, все отработает. То есть он будет идти к своей цели. Успех не приходит сам по себе. Одной физической подготовки для спорта недостаточно. Большую роль играет психологическая подготовка спортсмена, уверены тренеры. Сегодня Данил воспитывает старший тренер по плаванию «Дюсша Ямбург» Дмитрий Черков. Он помнит, каким тернистым был путь у его подопечного. Мы на нем, как бы можно сказать, не эксперименты ставили, а пробовали такие тяжелые задания, очень сложные. Он их с честью, как можно сказать, выходил из них, выполнял. Я видел, что ему было очень плохо, тяжело, но он это все делал. В 8 лет совместной работы тренера «Дюсша Ямбург» Дмитрия Черкова и Данила Закожурникова принесли победы на первенстве «Янау», «Урфо», чемпионатах Свердловской, Тюменской области и всероссийских соревнований. В этом году на первенстве России Данил вошел в десятку лучших плавцов среди юношей 2001-го годов рождения на дистанции 100 метров на спине. Но самое главное достижение ему в 17 лет присвоено звание «Мастер спорта». Впереди у Данила новая цель – попасть в сборную России и стать мастером спорта международного класса. Алмаз Абульманов, Владимир Асихин, Дмитрий Шолохов. Новый рингвый.